Привет из Турции! Я приехала отдыхать в пятизвездочный отель Aska Justin Beach. Он находится в Ассаларе прямо на берегу моря и считается одним из лучших. Я давно хотела здесь побывать и показать его вам. Давайте посмотрим, какое он. Отель Aska Justin Beach работает по системе «Все включено». Он находится в курортном поселке Авсаларе в 100 километрах от аэропорта Анталии и в 25 километрах от Аланьи. В пешей доступности расположены отличные продуктовые и сувенирные магазины. У пятизвездочного отеля Aska Justin Beach довольно компактная территория. В лобби расположен бар и сувенирные магазины. Здесь бесплатная зона Wi-Fi. Между корпусами находится панорамный бассейн, а по краям от него небольшие бары с закусками и напитками. В зимний сезон работает крытый бассейн, с подогревом. Анимация в отеле Aska Justin Beach активная, но совершенно не навязчивая. В течение дня проходят групповые игры и занятия для детей и взрослых. Вечером бинго, дискотеки и другие развлечения. Если вы предпочитаете активный отдых в Турции, вам понравится спортзал и теннисный корт. В отеле работает спа-зона. Погреться в хамаме можно бесплатно, а за деньги предлагают массаж и различные процедуры. В целом, развлечения тут такие же, как во многих других пятизвездочных отелях Турции с компактной территорией. Aska Justin Beach состоит из двух основных корпусов, построенных прямо на берегу Средиземного моря, и одного дополнительного, расположенного через дорогу. Пожаре идти не придется. Отелю принадлежит собственный крытый переход. Тут чисто и прохладно. Давайте посмотрим номер. У меня стандартный номер в корпусе Annex, который через дорогу от основного корпуса и от моря. На входе большой шкаф. С этой стороны вешалки, с этой стороны полочки. В шкафу есть сейф. Но минус этого отеля то, что сейф тут платный 2 евро в сутки. Здесь же лежат одеяла. Сейчас летний сезон, поэтому на кровать постелили простыни. Но если будет холодно, можно взять одеял. В номере два зеркала. Одно на входе большое и одно в центре комнаты. Здесь есть кондиционер. Кровати две, но их можно сдвинуть и сделать одну большую. Сам номер не очень большой, но он очень светлый, потому что мебель в нем вся светлая. Видно, что она не новая. И реновация здесь была довольно давно, но все очень опрятно и все очень чистое. И даже белье вот видно, что оно белоснежное. Здесь вот такой уголок. Полочки, столик. Положили тапочки. Вообще разные мелочи. Это очень приятно. Здесь есть чайник, чай, кофе. И давайте заглянем в мини-бар. В мини-баре фанта, кола, газированная вода и обычная вода. Газировку пополняют два раза в неделю, а воду каждый день по необходимости. Здесь же стоит телевизор. Он, как видите, старенький, но русские каналы есть. Здесь еще кресло. Оно, кстати, раскладывается. Тут еще одна тумбочка и вот такое освещение у кровати, чтобы можно было читать или включать вечерний свет. Теперь идем на балкон. На балконе есть небольшая сушилочка для белья. И вот здесь стулья, столик. Вид отсюда на море, но здесь есть дорога. Под окном расположена трасса, поэтому здесь может быть шумно. Я здесь переночую и потом вам честно расскажу, как это было, слышала ли я машины. Но вообще, когда закрываешь окно, мне кажется, становится достаточно тихо. Ванная комната здесь небольшая, как и сам номер, но зато видно, что она чистенькая, опрятная, приятная. Здесь есть гигиенические принадлежности, мыло, шапочки для душа, ватные диски. Тут же есть фен, еще одно зеркало. Сантехника здесь новая, и мне кажется, что ванна здесь выглядит свежее, чем сам номер. То есть, как будто ремонт здесь сделали относительно недавно. Из минусов еще добавлю платный Wi-Fi. Я уже привыкла, что в Турции почти во всех отелях на всей территории Wi-Fi бесплатно, а здесь в номере нужно платить 2 евро в сутки. Мне кажется, это многовато. Но бесплатный Wi-Fi есть в лобби, так что без него вы не останетесь. Вообще, впечатления от номера у меня хорошие. Он приятный, чистый, светлый, красивый вид отсюда. Так что пока что мне нравится. Плюсов здесь однозначно больше, чем минусов. Давайте посмотрим, какой тут пляж. Отель стоит прямо на берегу моря. Сейчас начало сезона, поэтому пляж только готовят, его разравнивают, приводят в порядок, расставляют лежаки и зонтики. Лежаки и зонтики сейчас особым спросом не пользуются, поэтому их ставят по запросу. Но летом, конечно же, он будет заполнен и полностью оборудован. Пляж здесь широкий, песчаный, песочек мягкий, ногам очень-очень приятный. Я вообще обожаю пляжи во Саларе. Мне кажется, это самый лучший пляж во всей Алании. Здесь пологий заход, волны бывают очень редко. Я попала в шторм, но все равно, смотрите, волны не очень большие. А вообще, летом здесь всегда спокойно. Море очень хорошее. Заход просто идеальный. Дно песчаное. Никаких камушков, никаких ракушечек. На дне нет плит. Например, как в Алании на пляже Клеопатра самым знаменитым и самым красивым под водой есть плиты, а во Саларе этого нет. Дно здесь очень хорошее. Посмотрите, вот это пляж отеля. Вот здесь море, а вот здесь прямо уже отель. Это очень удобно, особенно если на улице жара. Вышли из бара или просто из лобби и сразу же окунулись в море. Песочек здесь просто шикарный. Вот он, как мука, такой просыпается. Очень мягкий, очень приятный. В общем, от пляжа этого отеля я в восторге! Я делала полный обзор пляжа Авсалара, и пляж этого отеля там тоже есть. Я оставлю вам ссылочку в описании под этим видео, и вы можете посмотреть, как он выглядит летом. Лежаки, матрасы и полотенца в отеле бесплатные. По пляжу Авсалара очень удобно гулять, а примерно в десяти минутах ходьбы каждую среду располагается передвижной базар, на котором продают фрукты, одежду и сувениры. Уже утро. Обещала вам рассказать про шум, будет ли что-то слышно. Оказалось, что слышно было и соседей, и проезжающие под окном машины. Но вообще проблемы с шумоизоляцией есть почти в каждом турецком отеле, так что к этому я была готова и взяла с собой беруши. Поэтому я хорошо выспалась. А сейчас пойдем на завтрак. Посмотрим, чем кормят на шведском столе. Отелям в Турции уже разрешили вернуть привычный шведский стол, когда гости сами накладывают себе еду. В Аске Джастин Бич решили оставить перегородки. Не исключено, что в разгар сезона их все-таки уберут, потому что это неудобно. Но хочу похвалить сотрудников. Они очень расторопные и во всем помогают гостям. На завтраке было несколько видов сыра и колбасы. Хлопья, оливки, свежие овощи и фрукты. Выпечка и классические утренние блюда. Выбор небольшой, но готовят здесь вкусно. Между основными приемами пищи можно перекусить в снэк-барах. В отеле готовят турецкие лепешки «Юзлиме» предлагают мороженое. Посмотрим, чем кормят на обед в отеле Аске Джастин Бич. На шведском столе предлагают несколько видов классических турецких закусок – салаты и свежие овощи. Два вида супа и очень вкусную пиццу с разными наполнителями. Несколько видов горячих блюд и гарниров. Еда здесь турецкая и европейская. Фруктов было не очень много. Выбор десертов неплохой. Посмотрите, какой вид из окна. Ставьте лайк, если любите рестораны с видом на море. Полноценно пообедать можно и в баре на пляже. Здесь предлагают салаты, выпечку и несколько горячих блюд. Мне очень понравилось, как повар приготовил турецкую пиццу пиде. Не в каждом ресторане кладут так много начинки. Это очень вкусно! На ужине все основные блюда не такие, как были днем. Иногда готовят что-то особенное, например, баранину. Теми же остаются некоторые холодные закуски, овощи и фрукты. Меняется часть салатов, выпечки и десертов. Надеюсь, что в разгар сезона перегородок все же не будет. Они очень неудобные. В зоне салатов приходилось даже немного приседать, чтобы просунуть под них тарелки. А по качеству питания у меня нареканий нет. В этом отеле очень вкусно готовят. И персонал работает замечательно. Напитки по системе «Все включено в Турции» обычно стандартные. Чай и кофе, лимонады и соки, алкоголь местных брендов. Их можно употреблять безлимитно в течение всего дня. Поделюсь впечатлениями об отеле ASCO. Мне кажется, что он стоит своих денег. Больше всего мне понравилось его расположение. Он стоит прямо на берегу, и в жаркую погоду это будет просто супер. Мне понравился персонал. Здесь почти все говорят на русском, понимают и вообще относятся очень хорошо. Все вежливые, улыбчивые, очень здорово. Еще мне понравилось питание в этом отеле. Все, что я пробовала, было вкусным. Отель не новый, но он этого и не скрывает. Все, что я читала о нем в описании, оказалось правдой. Мои ожидания совпали с реальностью. Так что я рекомендую вам тут побывать и сама с удовольствием вернусь в этот отель. Ставьте лайк, если вам понравился отель ASCO Justin Beach, и напишите в комментариях свое мнение о нем. Не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok